В этом видео, как создать мультиязычный сайт на Joomla, используя только функционал Joomla. Мультиязычный – это возможность переключения языков на сайте. По клику, чтобы контент менялся, например, с русского на английский. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Информация для тех, кто не знает. Если вы новичок и вы затрудняетесь, или у вас нет времени, вы всегда сможете обратиться ко мне, заказать сайт у меня, позвонив мне бесплатно по номеру телефона, которого вы сейчас видите на экранах, используя приложение Viber или WhatsApp. Через эти мессенджеры звонок бесплатный. Звоните и давайте обсудим ваш проект. А теперь к теме урока. Сразу хочу сказать, эта информация не для совсем новичков. Вы должны понимать, что такое в Joomla компонент, модуль, плагин, шаблон. Ну и даже новички могут посмотреть этот сайт, если будете строго действовать по моей инструкции, у вас должно все получиться. И прежде чем мы начнем рассматривать, как сделать мультиязычный сайт на Joomla, хочу рассказать, какие есть варианты вообще на Joomla. Ранее, в 2016 году, вы могли видеть у меня на канале YouTube, вот такой ролик 92-й Joomla Sensei, перевод сайта более чем на 100 языков. Это как вариант. И он простой. Это просто модуль, который переводит на большое количество языков. Там можно выбрать ограничения, чтобы переводил, например, только на английский, русский. Но это неправильный способ, по большому счету. Он прост, но не совсем правильный. Следующий вариант перевода языков есть. Специальные расширения для Joomla. Как правило, они бывают и платные. И третий вариант – это использовать только ядро Joomla. Возможности самой Joomla, не прибегая ни к каким сторонним расширениям. И этот способ, который я покажу в этом видео, самый правильный. Урок будет достаточно длинным, так что запаситесь временем. Я хочу выложить основную информацию о том, как сделать мультиязычный сайт в одном видео. Я подготовил специальный сайт. Сейчас, по сути, простой, обычный сайт на последней версии Joomla на момент записи этого видео. То есть это 3.9.16 версия. Если вы делаете с нуля, вы должны подготовиться. Создать хотя бы три страницы. То есть, естественно, все на русском языке. Обычное меню. Сделать три категории. То есть это материалы категории. Как сделал я. Просто категория 1, категория 2 и так далее. И создать три материала. Статьи с каким-то текстом. Обычный просто текст на русском языке. Без картинок можно использовать. То есть есть меню, есть категории, есть статьи. Если вы хотите сделать мультиязычный сайт уже на вашем готовом сайте, который у вас давно существует, и имеет много меню, много категорий и материалов, в этом способе это будет время затратное. Я вам сразу об этом скажу. Дело в том, что как устроена мультиязычность правильная. Если вы переводите только на два языка, у вас будет копия ваших пунктов меню, статей, категорий и шаблона. Именно копия. То есть вот у вас есть 100 пунктов меню, уже есть на русском языке, вы хотите на английский сделать. Вот вам придется их дублировать, все 100 пунктов меню на английском языке. Но это не самое время затратное. Время затратное это переводить ваш контент, ваши статьи, если они большие, на английский язык. У вас 100 статей на русском, значит будет 100 статей на английском языке. Именно копия. Одно дело просто скопировать, другое дело материал весь грамотно перевести на английский язык. Но это будет самый правильный вариант. То есть у нас всего будет по несколько пар. Это только если два языка, а если более 3, 4, 5 языков, представьте, это будет 5 копий пунктов меню, шаблонов 5 копий, статей, категорий и так далее. И в этом видео я покажу только лишь на самой джумле. То есть используя шаблон, обычный блок, джумла, да, и статьи. Я не буду использовать какие-то конструкторы здесь, потому что если вы будете использовать еще какой-то конструктор страниц, там тоже получается в самом конструкторе надо будет делать дубликат вашей страницы, которая на русском, назначить ей английский. И саму страницу, если она содержит текст, переводить там все вручную на английский язык. То есть вот такая вот ситуация, вот такая вот должна быть подготовка. Переходим в админку. Сначала мы переходим с вами в плагины. Отсортируем по отключено. И еще я выберу сортировку систем, системные плагины. Для нас важный сейчас плагин это система фильтра языка. Этот плагин отключен. Давайте зайдем, его включим. И пройдемся немножко по настройкам. Выберите язык для новых посетителей. Не забывайте наводить мышь на вот эти названия. Здесь на русском языке есть подсказки каждого пункта. Выберите язык для новых посетителей. Язык сайта, настройки браузера. Здесь на ваше усмотрение. То есть если человек зашел со своего браузера, где у него настроен его язык, по идее должен сайт отображаться на его языке. Я выберу язык сайта. Дальше. Эта опция будет автоматически изменять содержание сайта в зависимости от языка. Ну, я оставляю, да. Связь элементов. Этот параметр включает механизм использования связи элементов. Статей, категории, пунктов меню. При переключении сайта на другой язык. Возможно, вам будет сначала, это многие пункты непонятно. Просто действуйте за мной. В общем, и эти все пункты я здесь оставляю, да. В любой момент сюда можем вернуться. Отключить уже по готовности, когда будем видеть вообще картину всю. в целиком, когда сайт будет настроен. Оставляем пока вот так все и нажимаем сохранить, закрыть. И хочется сразу сказать по поводу плагина, который мы с вами включили. Вот про удаление префикса. Изначально у нас стоит нет. Давайте посмотрим на сайте. Это у нас в адресной строке, видите, подставляться будет ru. Если переключим язык, но пока у нас переключение, вот это модуль, он у нас пока не включен. Здесь будет n, если на английский язык, да, и так далее. То есть вот именно вот эту подставочку к вашему домену, если вы хотите, вообще это нормальная практика на мультиязычном сайте оставлять такую вещь. Если мы этот параметр включим и сохранимся, обновлюсь, то видите, подставочки здесь не будет. Я думаю, для мультиязычного сайта это нормальная история оставить этот префикс. Все, в остальном, в принципе, оставляйте все, как у меня. Сохранить, закрыть. Дальше. В отключенные плагины перейдем. Не могу не сказать, чтобы вы знали все нюансы, что здесь есть еще. Есть плагин, который, в принципе, наверное, использовать не будем. Нет в нем смысла, по сути, но кому-то, может быть, будет интересно. Система подмена кода языка. Смотрите, если включаем, сохраняем, появляется дополнительная вкладка. Переходим на нее. И если хотите вот этот вот префикс заменить, например, русский, и вот вместо префикса ru будет подставляться ваше значение здесь. Я не вижу в нем, в принципе, необходимости. Я его отключаю. Далее мы с вами переходим в модули. Есть модуль для основного сайта переключения языков. То есть флаги выводим. Человек кликает по флагам и переключается между языками на сайте. Это самый такой важный модуль. Его поставим. А есть модуль еще в админке для нас, для админов. Тот модуль, который будет показан, насколько у нас все правильно сделано в плане мультиязычного сайта. И он, этот модуль, будет подсказывать, что у нас сделано, что не сделано. То есть сначала, находясь вот здесь, сайт и вот панель управления. То есть сначала сайт создадим. Находим здесь переключение языков. Выбираем его здесь. Здесь заголовок. Если показываете его на сайте, значит как-то назовите его так, чтобы это смотрелось. Переключение языков. Вообще лучше, наверное, заголовок не оставлять. Я написал переключение языков. А вот здесь вот я заголовок, естественно, скрою. Не хочу его показывать. Это название только для меня. Позиция модуля. Здесь вы должны разбираться в своем шаблоне. То есть у каждого шаблона свои позиции. Мой шаблон Protostar сейчас. И я выведу, наверное, в позиции, пока что временно, позиция 7. Справа. Теперь по настройке самого модуля. Начальный текст, заключительный текст. Можете написать любой текст, который будет до и после, например, вывода флагов. Включить выпадающий список. Но тут надо смотреть, как вам больше нравится. Я не включаю. Когда включим, все настроим. Вы сможете сами поиграться. Посмотреть, повключать эти параметры. Как вам больше нравится отображение. Возможности переключения языков. Включить изображение флагов. Да. Оставляем. Активный язык. Тоже у нас здесь да. Показывать строкой. Да. Нет. То есть в одну строчку отображать флаги. Опять же, я оставляю да. Вы уже в зависимости от вашего шаблона и расположения модуля. Здесь вот так играетесь. Смотрите, как больше подходит вам. Оставляю я вот все вот так. Опубликовано. Позицию я выбрал седьмую. Заголовок скрыл. Еще не забываем перейти на вкладку «Привязать к пункту меню» на всех страницах. На всех страницах. Может, конечно, быть на каких-то определенных страницах, но я оставляю на всех. Все. Здесь, в принципе, больше настроек нет. Сохранить и закрыть. На этом уровне, если я пойду на сайт и обновлю, мы видим позицию «Появилось», но флагов пока нет, потому что у нас не до конца все настроено. На странице «Модуль» я перехожу в панель управления. И здесь те модули, которые выводятся именно в админке для нас, администраторов. Здесь есть такой модуль «Multi-Language» — «Status». Заходим сюда. Включаем. То есть этот модуль только для нас. Позиция «Статус» — это вот эта нижняя позиция, где будет выводиться ссылка. Давайте посмотрим. А заголовок этой позиции я напишу «Мультиязычность». И, в принципе, здесь больше ничего настраивать мы не будем. Сохранить. Как только это делаем, вы можете обратить внимание, здесь появляется ссылка в админке. Кликаем по ней. Во всплывающем окне у нас будут предупреждения. И то есть вот это само окно вообще показывает, как у нас все правильно на сайте в плане мультиязычности сделано. То есть здесь будет показываться всякого рода предупреждения. Вы обязательно их читаете. И также мы будем видеть, что у нас есть и чего нет. То есть в идеале вот эти предупреждения, они уйдут, исчезнут, когда будет все подключено и все готово. Языки на сайте. Когда вы Joomla устанавливали впервые, да, и на русском языке устанавливали русский язык, русский был у нас. То есть мы его установили. И английский язык, он тоже здесь присутствовал. Я его не включал отдельно, он тут был. У вас, скорее всего, будет то же самое. То есть язык сайта опубликован. Галочки стоят, язык контента тоже. Главная страница опубликована, то есть нету пока. То есть мы смотрим сейчас на наше предупреждение. И когда будет все готово, мы вернемся в этот модуль и посмотрим, все ли мы сделали и все ли у нас красиво, грамотно все настроено. Закрываем это окно. Теперь к самим языкам. Расширение языки переходим. Видим. У вас, скорее всего, будет так же все. Русский и английский. Русский при установке сайта основного языка, если выбирали русский, у вас будет стоять звездочка, язык по умолчанию. И английский, вы видите, тоже есть. Если вы добавляете другой язык, то вам надо будет нажать на кнопку «Установить языки». Здесь будет список всех языков, на которые переведена джумла. Здесь будет показана версия языка и так далее. А также здесь вы видите странички. То есть это не все. Здесь их больше. Или вы можете по названию языка, например, в поиске найти язык, нажать поиск и отыскать нужный вам язык. Нашли язык, нажали «Установить». Далее я вернусь языки. После этого переходим к языке контента. Как я и говорил, русский и английский уже есть. Видим здесь флаги. Здесь, если вы будете использовать, как я, только русский и английский, ничего делать не надо. Если вы третий язык ставите, какой-то любой, вам надо здесь будет нажать «Создать». И как заполнить поля, то есть вот эти поля, вы можете подсмотреть на английском. Вот кликнуть сюда, как здесь устроено. Примерно так же можете заполнить. То есть здесь написать заголовок, заголовок на родном языке, тег языка. То есть английский это «EN», а аббревиатура, соответственно, вашего языка здесь. То есть не аббревиатура, а код. Потом код языка маленькими буквами. Здесь вы можете выбрать флаг. Также есть поиск, чтобы найти для вашего языка флаг. Состояние опубликовано, доступ, все. Все, здесь можно ничего не заполнять. А, да, вот здесь вот на английском языке название сайта. Сейчас демо-сайт мой называется «Сайт», просто «Сайт». У вас это может быть, то есть это title сайта, заголовок сайта, по идее. То есть сейчас на русском языке, на русском это сайт, на английском я назову сайт по-английски. То есть для каждого языка здесь надо будет также прописать. То есть это будет веб-сайт. Название сайта на английском. Соответственно, для тех, кто не знает, в общих настройках вот название сайта. Это здесь главный заголовок вашего сайта. У меня просто сайт, потому что это тестовый сайт, поэтому здесь просто сайт. То есть вот это слово «сайт», оно у нас выскакивает вот здесь. Так, думаю, с языками здесь понятно. Теперь первое, что мы с вами займемся, это меню. У меня это «Майн меню». Я перехожу сюда, видим, у меня главные две страницы, у вас их может быть больше или меньше. Я перехожу в «Все меню». Вот «Майн меню». Мы создаем меню для английского сайта, на английском языке, для версии английского, так скажем. Я назову также «Майн меню» и «Код языка N». То есть это название просто для вас, чтобы у вас все по полочкам, все красиво было. И продублирую здесь. «Сохранить», «Закрыть». Дальше я перехожу в «Майн меню». Нам достаточно просто скопировать эти пункты меню в новое меню на английском языке. А потом мы их переименуем на английский язык, именно название пунктов меню. Мы с вами кликаем вот сюда, выделяем все пункты меню и главную, пока не трогаем, главную страницу. То есть вот здесь, видите, звездочка, это главное меню. Перенесем ее отдельно. То есть остальные все пункты вы переносите, то есть копируете, те, которые нужны также для английского языка. Здесь мы с вами нажимаем «Пакетная обработка». Здесь мы с вами выбираем, вот оно, «Майн меню», «Добавить к этому меню». Здесь мы с вами берем не «Переместить», а «Скопировать наши пункты меню». И сразу установим язык английский для этих пунктов меню. И нажимаем «Выполнить». Дальше. Теперь главное. Пакетная обработка. Переместить. Добавить. Скопировать. И также назначим английский язык. Выполнить. И если мы здесь перейдем в «Майн меню N», английский, да, мы с вами видим копию наших страниц, видим язык для них здесь назначен. Главную, зажав левой кнопкой мыши, я перенесу, чтобы она была как бы первая. У нас тут немножко просто сбивается сортировка. И когда для главного меню язык назначен, главную страницу для «Майн меню N» мы можем теперь назначить. То есть, видите, у нас здесь нет главной страницы. Звездочка нету, не назначена. У нас главное есть на английском. Теперь я нажимаю звездочку. И вы видите, здесь появляется флаг. То есть, в данном случае все правильно. И для меню N у нас главное меню назначено. Здесь нам остается перейти в каждое меню и перевести главное, то есть на английский язык. Я назову «Home», то есть на английском главное. А вот здесь альяс просто «Home» у нас уже занят, поэтому я поставлю «EN» и сохранюсь. Вот так вот придется каждый пункт меню статью переименовывать. Потом нам придется потом здесь назначить статью на английском языке. Сейчас этот пункт меню ссылается на статью русскоязычную, но так как еще мы не создали статей для английского языка, некуда назначить. Это будет последнее действие потом. Мы назначим каждый пункт на английскую статью. Здесь «Сохранить» и «Закрыть». По аналогии вы переименовываете эти страницы и другие ваши страницы, чтобы они были на английском языке. Я это сделал. Вы видите «Page» на английском 2, «Page» 3, «Home». Все, здесь меню переименовали. Возвращаюсь в русское меню. Выделяем все страницы, кроме главной. Их надо перевести также в русский язык. Нажимаю «Пакетная обработка». Выбираю «Русский». Выполнить. Как только это делаем, видим напротив пунктов меню назначен флаг. Русский язык. С главной страницей тут ситуация. Нам нужно сделать копию главной страницы и одно главное меню вынести на какой-то независимый пункт меню, как основное меню для всех. Давайте это сделаем. Я ставлю птичку «Пакетная обработка». Выбираю «Майн меню добавить», «Копировать», «Выполнить». Вот у нас есть главная страница, дубликат. А вот это главное меню мы выносим в отдельное меню. Перехожу в «Все меню», «Создать». Так и назову «Меню для главной». И здесь тип меню, «Меню для главной», «Сохранить», «Закрыть». Перехожу в «Майн меню». Главное меню, которое со звездочкой. Ставлю птичку, «Пакетная обработка». Меню для главной, «Добавить». И не копировать, а точка должна стоять «Переместить». Нажимаю «Выполнить». Если мы сейчас посмотрим меню для главной, наше главное будет теперь здесь находиться, мы ее касаться не будем. Переходим в «Майн меню для русского языка». Главная страница я перемещаю наверх. Кликаем напротив главный пункт меню. Видим, он у нас не назначен главный пока что. Пакетная обработка. Выбираем «Русский язык» и «Выполнить». Итак, для главной русский назначен. И кликаем вот сюда вот. Вот сейчас у нас все правильно. Для «Майн меню» у нас есть главная страница с флагом. Вот обязательно должно у вас вот так вот получиться. Если вас путает ситуация «Меню для главной», в «Джумле» так устроено. Одна главная страница для всех должна оставаться вот так со звездочкой, без языков, без всего, вот так. Для всех должна быть на сайте. Мы ее касаться не будем. Она будет всегда находиться в этом меню. Для нас это будет «Майн меню» на русском. Здесь все готово. Языки проставлены. Главное назначено на русском языке. Флаг вы видите. То же самое для английского. Тоже все сделано правильно. «Home». Они, во-первых, все на английском пункте меню. Флаг для главной назначен. Вы видите, флаг тут есть. То есть наличие флага здесь говорит о том, что это главная страница для этого меню, «Майн меню N». И все языки тоже проставлены. Теперь мы можем кликнуть на наш модуль. Вот сюда вот. «Мультиязычность». И увидеть, что предупреждения у нас больше нет. У нас все сделано правильно. Везде стоят зеленые галочки. На этом уровне у нас все хорошо. Теперь, если я пройду на сайт, обновлю страницу, вы видите, вот здесь языки у нас появляются. Мы сделали только меню пока что на английском языке. Давайте кликну по флагу «Английский». И меню у нас прячется. Кстати, помните, я когда назначал плагин переключения языков, веб-сайт, помните, заголовок сайта? Вот он на английском здесь работает. То есть пока что мы видим только отображение смены заголовок сайта. Но меню прячется. Видим, меню нет. Так как нам нужно сделать дубликат шаблона и назначить ему английский язык. То есть сейчас шаблон. Это внешний вид вот этот сайта. Я использую протастар. У вас может быть любой другой шаблон, неважно. Следующее действие. Мы переходим в шаблоны. Вот он, протастар. Ставлю птичку. Дублировать. Вижу дубликат шаблона. Захожу в него. Для себя его помечу. То есть название также протастар, только EN. Дальше нахожу здесь языки. Вы в своем шаблоне тоже находите. Назначаю ему английский. Дальше вы в своем шаблоне находите привязку. Видите наше меню здесь все. Для этого шаблона, естественно, вот my menu N. Привязываю все страницы. Сохранить, закрыть. Далее. Наш модуль меню, my menu. Это отдельный модуль меню. Поэтому я захожу в модуле. Здесь я выбираю сайт. Вот он, my menu. И также делаю его дубликат. My menu для английского. То есть помечаю my menu для английского. Также отображается там же. Состояние опубликовано. Выбрать меню. Обязательно выбираю my menu N для английского. И привязка на всех страницах. Сохранить, закрыть. Языки не назначил я. My menu N. Я возвращаюсь. Язык выбираю английский здесь. Сохранить, закрыть. Обычное my menu. Видим, флаг здесь помечается. Обычное меню для русского языка. Здесь русский я выбираю. Сохранить, закрыть. То есть вот так вот. Далее переключение языков. Я кликаю вот сюда. У меня сортировка тут слетела. Пускай он будет на самом верху. Вот так вот, выше вот этих модулей. И давайте на этом уровне я перейду на сайт. My menu. Русское мы видим. Если я переключаюсь на английский, меню видно. Просто меню, видите, у нас сместилось ниже. Сортировка здесь надо будет посидеть. Вход на сайт. Порядок. Пускай будет последний. Давайте посмотрим. Так, my menu N. Попробуем тоже переместить наверх. Но не на самый верх. Вот так вот. То есть кропотливая работа, чтобы все смотрелось хорошо. Сейчас это видно. И давайте проанализируем, что получается. Если я перехожу на английский язык. Во-первых, меняются штатные названия. Видите на английском. То есть это добавлю кто статью, категории по-английски. Здесь на русском, потому что это отдельные наши созданные категории, которые надо вручную переделывать. То есть вот это уже все работает. Хиты, просмотры. Если на русский я перейду, видите, тут на русском все. Также меню. Видим, меню меняется. Меню на английском. И если вы используете какие-то другие модули, например, вход на сайт, их тоже надо будет дублировать, как я сейчас продублировал меню. То есть смотрите, на русском здесь все меняется. Уже меняется. Видите, юзернейм, пасворд. И вот эти вот системные ссылки, они на английском. Но вход на сайт по-русски написано, потому что это заголовок модуля. Вы по аналогии делаете дубликат этого модуля и других ваших модулей, как сейчас я показал на примере модуля меню. Абсолютно так же здесь все делается. Я этого показывать не буду. И так здесь понятно. И даже штатные сообщения. Например, забыли логин на русском. Если я переключусь на английский, перейду. Штатные системные сообщения тоже работают. Все переходит на английский язык. Теперь давайте займемся категориями материалов. Перейду в категории. Здесь все материалы, мы их видим. Здесь мы выделяем все. Также пакетная обработка. Язык назначаем английский. Здесь выбираем создать в корне. И выбираем здесь копировать. Здесь ничего не меняем. Нажимаем выполнить. Видим, дубликат произошел в наших категориях. Они на английском языке. Присвоенным язык они выключены. И, соответственно, для русских также пакетная обработка. Не перемещать. Только выберем язык. И выполнить. И для русских категорий просто назначили флаг русский, чтобы они являлись, относились к нашему языку. Здесь вот это видно по флагам. И здесь остается зайти в каждую категорию, которая для английского языка, включить ее, поменять альяс и переименовать категорию на английский язык. Я пишу категории 1. Здесь в альясе можно написать категории 1. Е-Н подставить. Сохранить, закрыть. Все, опубликовали. Вот это тоже опубликовываем. И по аналогии переименовываем. Я ставлю на паузу. Это делаю уже без видео, потому что здесь все то же самое. И вы повторяете так же. Итак, вы видите три категории на английском языке. Это просто дубликат моих категорий на русском, но только для английской версии сайта. Здесь, думаю, все понятно. Пойдем на сайт. Видим, здесь показана категория в статье на русском языке. На сайте мы с вами не увидим, так как наши пункты меню на английском не привязаны к английским, только что созданным категориям. Их надо привязать. Но сначала со статьями надо разобраться. То же самое вы должны сделать для статей. Здесь каждая статья у меня привязана к своей категории. Я не знаю, в пакетной обработке можно выполнить это все, но можно это сделать и вручную. Зайти в каждую статью, сохранить копию. Это, конечно, время затратно. Здесь выбрать, если это была категория 3 на русском, я выбираю категорию 3 на английском. Язык английский. И контент, текст весь статьи надо будет переименовать, естественно, на английский язык. Я переименовал. Видите, текст на английском. Заголовок статьи на английский. Алиас тоже подправил. Категория английская. Язык на английский. Сохранить, закрыть. Вот здесь видим язык. Со статьями здесь дальше тоже смысла нет показывать. По аналогии все статьи надо переделывать. И теперь у меня патч 3 ведет на категорию 3. А категория 3 английский ведет на материал. Соответственно, когда вы все статьи переделаете, надо будет пойти меню, меню, angle, то есть английский. И назначить, если каждый пункт у вас ведет на отдельную статью или на категорию статьи, надо будет перенаправить. То есть патч 3 у меня ведет на материал, но только не на российский материал. Здесь я нажимаю очистить и нажимаю выбрать. Вот articles. Английская статья. Видно язык. Я туда назначаю английское меню на соответствующую статью. Сохранить, закрыть. И то же самое надо проделать для всех ваших пунктов меню. И только сейчас мы можем обновить страницу. Перейти, например, на русский. Видим страница 3 на русском. Перейти на страницу. Переключить язык. Сейчас у нас возвращается на главную. Это неправильно. Мы сейчас позже рассмотрим. Это ассоциации. Сейчас покажу, как с этим работать. Вот перешли мы с вами на английский язык. Пэйдж 3. Перехожу в пэйдж 3. И вы уже видите, что сейчас уже все работает. На английском языке. Страница на английском. Модуль меню на английском. Смотрите. Пэйдж 3. Articles. Это название статьи на английском. Здесь все на английском. И категория тоже на английском. Категория 3. И сама статья на английском. Потому что я ее переименовал. Все работает. Если я приду на русский, нас, конечно, сбрасывает на главную страницу. Как я уже сказал, сейчас мы рассмотрим, как это исправить. Перехожу на русскую страницу. Здесь все на русском. Кроме SuperUser, но это отдельно правится в самом авторе. Менеджер авторов. Здесь можно все, что угодно написать. Но здесь на этом уровне у нас все получается. Основная часть закончена по поводу, как сделать мультиязычность. У нас, в принципе, все готово. И все работает. И это абсолютно правильный подход к мультиязычному сайту. Остается разобраться с ассоциациями. То есть это когда, если я или из поисковика попадаю на третью страницу, например, на русском языке, и перешел, переключился на английский, все сбрасывается, меня перебрасывает на home. То есть вот это надо исправить. Переходим в админку. То есть из любой статьи, если мы сейчас будем переключать язык, нас будет перекидывать на главную страницу, сбрасывать. А по идее, находясь на странице 3 и переключить язык, мы должны остаться на той же странице, на той же статье. У нас должен только переключиться язык. То есть это последний этап, что нужно сделать, чтобы у нас все было, все работало и все было готово. В Joomla есть родной компонент, он называется «Многоязычные ассоциации». Переходим сюда. И здесь тоже, по сути, надо посидеть, понастроить, то есть время потратить. Здесь вы должны это понимать. Если у вас много статей, много пунктов меню, выделите для этого время. Давайте сначала начнем с пунктов меню. Здесь мы нажимаем «Выбрать». В самый низ меню выбираем пункты меню. Здесь выбираем язык. Далее мы выбираем с вами русский язык. Нам показываются страницы, которые назначены русский язык. И каждую страницу нужно привязать, так сказать, к ее зеркалу на английском языке. То есть я кликаю сначала по главной странице. Слева у нас будет показана главная страница. И мы видим одну кнопку «Сохранить ссылку». То есть эта кнопка, если мы здесь что-то меняем, потому что мы здесь можем вносить изменения. То есть если внесли изменения, то нажимаем «Сохранить ссылку». Здесь мы изменений вносить никаких не будем. Мы смотрим вот сюда в правую часть, где открыть ссылку. Выбираем английский. Выбрать цель. И выбираем «Home». То есть это главная страница. То есть по идее с главной на главную. Только на английском. Выбрали здесь. Нажимаем. Видите, кнопка появилась. «Сохранить цель». Эта кнопка сохраняет изменения, которые в правую часть мы внесли. А то есть мы выбрали с вами «Home». Нажимаем «Сохранить цель». Пункт меню «Успешно сохранен». Закрыть. То есть вот таким образом надо каждую страницу, каждую категорию, каждую статью привязать. Давайте страница 2. Выбрать английский. Выбрать с пейдж 2. Сохранить цель. Закрыть. То же самое делаем для 3. Назначили. Далее я выбираю категории. Кликаю по первой категории. То же самое выбираю язык. Выбрать категорию 1. Вы поняли, да, как это работает? Сохранить цель. Закрыть. То же самое делается для остальных ваших категорий. Для категории я это проделал. Далее вы делаете материалы. Менеджер материалов. И для России ничего не вижу. Почему? Переходим. Менеджер материалов. А дело в том, что во-первых, я перевел только артикл, третью, для английской. А русский, видите, флагом не назначил. То есть не назначил им русский язык. Выбираю все статьи. Пакетная обработка. Русский. Выполнить. Для русских статей флаг помечен. И в ассоциациях я переведу только третью статью, потому что просто я не стал делать на демо-сайте для всех статей, ну то есть дубликат под английскую версию сайта. Возвращаюсь я в многоязычные ассоциации. Здесь я выбираю менеджер материалов. Статья 3 у меня только готова. Здесь английский язык. И вы уже знаете, что делать. Выбираю третью статью. Сохранить цель. Закрыть. После того, когда вы настроили ассоциации, у вас, например, в менеджер материалах вводите связи, будут помечаться такими значками, что связь у вас присутствует. То есть вот в этих статей, также в категории. Здесь я всем связи назначил. Видите, привязаны. После того, как вы все сделали, все настроили, у нас заключительная проверка. Сейчас на русском языке сайт, например, я нахожусь на третьей странице. Перехожу на третью страницу. Все на русском. Обратите внимание. И давайте посмотрим. Смотрите, у меня каждая страница привязана к статье. Главное, видите, статья 1. Страница 2. Статья 2. Ну и категория 2, соответственно. Страница 3. Статья 3. То есть, находясь на статье 3, я, например, переключаюсь на английский язык. И смотрите, я нахожусь именно на статье 3. Меня больше не перебрасывает на главную. И теперь, где бы я не находился, у меня ассоциации привязаны ко всем пунктам и категориям и статьям. И у меня все работает абсолютно правильно. То есть, я никуда не перемещаюсь. Я остаюсь тут же, на той же статье при переключении языка. На этом этот объемный урок я заканчиваю. Я рассказал базовые возможности мультиязычности в самой джумле. Надеюсь, для вас все было понятно и у вас все получится. Понятно, что, возможно, это подойдет не для всех ситуаций, потому что я не использовал никаких сторонних мощных компонентов, где, возможно, будут сложности в зависимости от какого компонента вы используете на джумле сайте. Это может быть интернет-магазин и так далее. Надо разбираться в конкретном случае, что вы используете. Но я покажу на примере, если вы используете еще конструктор. Вот есть конструктор страницы на SPPatchBuilder. Есть. Здесь тоже сделана многоязычность. То есть, вот я переключаюсь и вы видите контент на английском языке. То есть, это мой сайт. В этом случае ничего сложного нет. Вы просто в SPPatchBuilder, вот я зашел в админку этого сайта SPPatchBuilder, вот есть только главная страница. Вы просто создаете ее дубликат. То есть, сначала на русском языке полностью делаете главную страницу. Вот она у меня здесь. А вот Home, это дубликат этой страницы, где нужно будет зайти в нее и там все на английский переименовать. Также здесь языки видно. Английский, здесь русский. То есть, в плане конструктора страниц, любого конструктора, там сложности у вас не возникнет. İyi потому, это дשים, идут, Доucharе, часик, а чёрная. Когда Patriagua, нерви. и страницы. Субтитры сделал DimaTorzok